здравствуйте друзья доброе утро у нас сегодня интересная беседа потому что две вещи происходят стране первое вот вчера были выборы предварительные промежуточные так называемый праймерис в восьми штатах и второе событие надвигается новое обсуждение иммиграционных проблем в конгрессе сша то есть какая-то законодательная инициатива может произойти может произойти может не произойти вот мы сейчас на эту тему поговорим и мы тоже на выборы тем более предварительные смотрим именно с точки зрения такой иммиграционный что там у них впереди потому что от расклада голосов в сенате и палате представителей зависит от того зависит то как они себя поведут в отношении иммиграционных реформ которые как бы подвисли и никуда не идут и если вы помните а может быть не помните но как бы наиболее острым вопросом по миграционной политики прямо сейчас является вот эта подвешенность статуса дриммеров то есть людей которых в несовершеннолетнем возрасте родители привезли в сша нелегально и вот как с ними быть президент обама дал им как бы разрешение на работу и как бы защиту от депортации трамп это все отменил скоро год уже будет как еще нет года и вот все это висит судья федеральный сказал отменил решение трампа все это ходит пока там по судам еще долго может ходить но в общем вот так и вот это вот неразрешенность ситуации с дримерами это наиболее острый вопрос уже все остальное она хронически таскать существует многом десятилетий ничего там не происходит так вот под решение ситуации с дримерами говорят ну хорошо если мы дримеров как-то легализуем говорят республиканцы тогда дайте что-нибудь еще вот это еще это отмена лотереи green card вот как будто тот аспект в котором нас интересует сокращение существенной семейной иммиграции то есть разрешить ввозить гражданам несовершеннолетних детей и супруг но не разрешать вводить возить братья по сестер и родители вот какая-то такая вот идея и остается и вот вся эта подвешенность привела к тому что поскольку демократы отошли год но мы не мы не заинтересованы там каких-то странных таких вещах которые хотел делать президент трамп соответственно республиканцы сами у них не хватает единства в рядах могли бы но единство нет собственных рядах в общем вот так получается группа умеренных республиканцев умеренных то есть люди которые да ну они должны быть не только по взглядам умеренными но они должны чувствовать что их подпирают вот выборы которые в ноябре будут что у некоторых как бы республиканцев их электорат может быть особо заинтересован в решении вот этих вопросов поэтому они как-то вот суетятся и они досуетились до того что стали собирать подписи в палате представителей чтобы вынести на голосование те проекты которые есть есть там проекты есть но решение о том голосовать или не голосовать обсуждать не обсуждать принимает начальство начальство не хотела этого обсуждать и тогда значит есть такой процесс если собрать достаточное количество голосов петицию такой чтобы они подписали то начальство вынуждено будет обсуждать поскольку все демократы за то чтобы обсуждать как дать сказать путевку в жизнь вот этим дримером дать им путь к гражданству то осталось набрать немножко совсем республиканцев и тому их сейчас не хватает три подписи но это вопрос чисто такой технически они безусловно их соберут то есть никто не сами не сомневается в том что они их соберут и в этих условиях не желая вынужденного вот этого вот голосования обсуждения и так далее республиканское начальство в палате представителей сказал давайте ладно уже давайте обсудим что нам у насильственно там какие-то проекты обсуждать давайте попытаемся договориться потому что если пройдет вот так как пройдет как должно было бы пройти то есть просто вынуждены будут голосовать там есть четыре возможных проекта один такой как бы открытый который без без четких границ который может выставить руководитель там признательствующий палат такой пол райан а три остальные три все три более или менее там консервативны но они все три подразумевают отмена лотерея green card собственно ожидать от пола райана четвертого варианта что он не захочет отменять лотерею green card был бы тоже крайне наивно потому что его позиция такая что мы не должны ничего такого делать чтобы потом президент не подписал то есть все что мы голосуем обсуждаем еще ставим на голосование это должно быть подписуемым потому что иначе нет смысла время зря тратить на чем ерундой занимать еще президента ставим в неудобное положение он должен какие-то бета там накладывать нехорошо поэтому если они до голосуются до чего нибудь да то по любому варианту лотерея green card похоронена и скорее всего значительной степени семейной эмиграции хотя против семейной эмиграции гораздо меньше народу чем против лотереи green card то если лотерея green card мало кто вообще считает что она там как-то сильно полезно в населении то семейная эмиграция многих затрагивает тут тут вопрос более сложно но вот они пытаются сейчас договориться впервые так происходит что они как бы стараются договориться внутри собственной партии что давление с этой стороны давление с той стороны без того чтобы как-то с демократами там пытаться что облегчает им задачу понимаете потому что если ты пытаешься договориться с кем-то кого ты не любишь это намного сложнее вот они друг другом пытаются договориться и нет надежды на то что как сказать то до чего они договорятся станет законом потому что им по-любому нужна поддержка демократов то есть без этого никуда и все это усложняется но во всяком случае по всяком особенно в сенате но во всяком случае может что-то такое произойти потому что как бы нельзя нельзя сказать что неспособность их приходить к решениям является абсолютно патологической она конечно зашкаливающе до возмущения полного да то есть как вот так столько взрослых чуваков не состоянии ничего договориться но но она не нулевая то есть вероятность не нулевая что они до чего-нибудь договорятся поэтому вот такой неожиданный заход может произойти то есть как там в мальчишек и бальчишек да так пришла беда откуда не ждали вот еще раз мы мы ничего не знаем как дальше пойдет но сегодня среда и сегодня начинается обсуждение там в партийных рядах конгрессе сегодня и завтра за эти два дня они должны попытаться они должны попытаться договориться о каком-то таком своем решении чтобы уже не нужно было вынуждено выносить на голосование какие-то там предыдущие проект а фактически они построят новый проект который можно будет поставить на голосование вот об этом идет речь ну посмотрим вот сегодня есть сегодня завтра мы посмотрим вот так такая новость что касается выборов уже так как бы там они итоги какие-то подводят с выборами я как вот сказал вчера что вода мутная она не стала более чистой то есть она как была мутной так и осталась то есть ни одна из сторон не не раздавила другую ничего такого вот доминирующие уничтожающего не произошло вот ну так как то вот там что-то в частности например в калифорнии предполагалось что в определенных там выборах может оказаться что будет два демократа выйдут финал когда выборы в ноябре состоятся в частности например мэр лос-анджелеса там латин и он тоже баллотируется на губернатора его выдвинули на губернатора то же самое как господин ньюсон который был мэром сан-франциско и предполагалось что они оба могут пройти в финал то есть выборы были бы выборы губернатора калифорнии были бы из двух демократов и в этом случае ожидалось спекуляция такая была что поскольку тот латин то больше латинос придут на выборы ну вообще придут же могли бы и не прийти но тут если там свой парень там губернатор избирается то надо идти и тогда бы они там и на всех остальных выборах уже придя голосовали бы более либерально чем допустим консервативно но эта часть не прошла и вот fox news сегодня он так торжествует то есть они так торжествуют в чем торжество что не удалось значит демократам пройти в финал там двум а все-таки значит как-то вот справились они и вот значит хоть какой-то там республиканец будет и это большая победа у людей так что но на самом деле без того чтобы уходить какие-то предпочтения я могу сказать что ничего такого глобально принципиально не произошло по мелочи конечно в разных штатах там на разных выборах ну там скажем вот были выборы там на замещение депутатов местных штатку конгрессах уровня штатов скажем конгресс калифорнии конгресс там айова и там и так далее вот на и на этом уровне там сколько-то мест перебросилась от республиканской партии к демократической то есть это это да есть но в общем все это мелочевка потому что это с того момента как трамп там заступил на должность уже так свыше полусотни таких перебросов произошло это как бы национальная тенденция ну да ну в общем ничего ничего такого не произошло с выборами то есть там есть много курьезов там напутали со списками избирателей в лос-анджелес каунте и там 120 тысяч человек себя в списках не нашли но во всяком случае может они 120 не пришли голосовать тоже так вопрос такой непонятный но вот так вот собственно и все значит ждем сегодня завтра я буду вас тогда держать в курсе эти эти разговоры эти новости про обсуждение иммиграционной проблематики не очень не очень выходит как бы на первые полосы в основных новостных агентствах но вот есть что-то там вашингтон пост что-то написал там fox news что-то было вчера но она как-то не не лидирует не доминирует вообще как бы у трампа сейчас две такие два ведущих приоритета это что там скорее будет не непонятно ему конечно очень хочется там чего-то такое от них получить и типа очередной раз кого-то победить но ну посмотрим вот и второе ему очень хочется избавиться от расследования это русского следа от господина мюллера и он постоянно там неистовствует и так далее так далее видимо там что-то такое же они зацепились за что-то я не знаю но просто уже совсем-совсем что-то трамп огорчен с этим что там происходит поэтому вот это его приоритеты то есть его иммиграционный вопрос сейчас совсем как-то не занимают ну и соответственно вот выборы опять же да то есть ну не до иммиграции хотя как-то там пробивает себе дорогу и если палата представителей реально там перейдет голосование или к чему-то что может произойти но очень быстро очень скоро вот то конечно это будет как-то более таким серьезно более серьезной новостью стали пока что это все вот там булькает клубиться но так наружу не очень вырывается вот такая информация счастливо друзья и до скорых встреч